Подготовку к первому сентября ведут и сотрудники службы судебных приставов. Они помогают собрать в школу детей злостных неплательщиков, напоминая последним о необходимости выполнить свой родительский долг. Рейд сотрудников службы направлен на самую сложную категорию – тех, у кого сумма перевалила за 300 тысяч рублей. Этот мужчина родному сыну не платил давно и принципиально. Сам работает, но погашать долг не хочет. С такими, как он, разговоры не помогают, только реальные меры. Может, добровольно выдать вещи для ареста? Какие? У вас есть по закону, возможно, добровольно какие-то вещи выдать для производства ареста, потому что у вас задолженность свыше 300 тысяч рублей. Чего я вам не могу? Приставы приняли решение ограничить должника в праве управления транспортным средством. Но грозит мужчине и наказание серьезнее. Его привлекут к административной ответственности. При осуществлении выхода по месту регистрации должника, если должник находится по адресу, то у него, если имеется задолженность, соответственно, его доставляют в структурное подразделение для составления протокола по статье 5.35 КОАП РФ. Впоследствии гражданина доставляют в суд, где судья принимает решение. Как правило, это обязательная работа или арест до 10 суток. Если после обязательных работ или 10 дней в неволе мужчина не начнет гасить долг, ему будет грозить уголовное наказание. Процентом соотношения, если по нашему городу, я думаю, как минимум 15% злостных алименщиков доходит до суда. Сейчас в службе судебных приставов по Ивановской области находится 6 340 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. В пользу несовершеннолетних детей-неплательщиков с начала года взыскали больше 22 миллионов рублей. Человека можно не заставить, а побудить к этому поступку. То есть, возможно, дать им направление в центр занятий населения, объяснить последствия неоплаты алиментов, и также вспомнить о ребенке хотя бы, напомнить ему дату рождения ребенка хотя бы этим. В последнюю неделю перед Днем Знаний рейды приставов проходят буквально ежедневно. В такие периоды увеличивается и нагрузка на судей. По-хорошему все чаще слова и убеждения должники, увы, не понимают. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.